Доброе утро! Это утро на седьмом канале. Меня зовут Татьяна Шлифтенко и прямо сейчас будем учиться готовить спринг-роллы. Как всегда, делаем это в ресторане Кадор на французском бульваре 66-3. Что такое спринг-роллы, как их правильно готовить и с чем их подавать, будет нас учить повар Константин Сирота. Так что, начинаем. Что нам сегодня понадобится? Для приготовления спринг-роллов я использую соус остро-сладкий, соевый соус, ореховый соус. Также использую перец болгарский, помидоры черри и капуста цветная. Я использую их как украшение. Также использую яйцо и рисовую бумагу. Яйцо у нас служит для скрепления всех ингредиентов. Также морковь, белокочадная капуста и корень сельдерея. Ну, это просто кладезь витаминов. Главное, чтобы готовили все недолго. Это будет очень быстро и будет очень вкусно. Тогда начинаем. Традиционная нарезка спринг-роллов является соломкой. Так что все овощи нужно нарезать мелко соломкой. Кроме того, это еще очень красиво и интересно. Почему именно спринг-роллы? Спринг-роллы являются основным блюдом, который приготовляют в праздник Китая первый день весны. Традиционное весеннее блюдо. Но, судя по набору овощей, все-таки у нас его предпочтительнее готовить осенью. Именно тогда, в достатке этого невероятно полезного сладкого болгарского перца и корней сельдерея и моркови, они сейчас самые полезные и самые вкусные. Лучше для измельчения использовать специфические терки. Конечно же, можно нарезать ножом, но это гораздо труднее. Главное, не перемельчите, чтобы при жарке наши овощи не превратились в кашу. Это будет совсем невкусно и совсем некрасиво. Также это будет очень долго. Терки занимают у нас меньше времени и, в принципе, идеальную нарезку. Угу. Белокочанная капуста. Также нарезаем соломкой. И все эти овощи мы отправляем на разогретую сковороду, политую оливковым маслом. Спринг-роллы – это просто невероятное пространство для фантазии на кухне. В принципе, главный элемент – это рисовое тесто. Ну, а дальше фантазируйте, фаршируйте их чем угодно. Делайте и компонируйте те овощи, которые есть в данный момент на вашей кухне. Главное – это правильные соусы. Секрет расскажем немножко позже. А пока тщательно обжарим наши овощи. Овощи поджарились, получили румяную корочку. И я добавляю остросладкий соус. Приготовить его, конечно, можно и самостоятельно, но, тем не менее, правильная консистенция и концентрация всех компонентов уже есть в готовом соусе, поэтому старайтесь экономить свое время. И, кстати, он поможет достичь нам идеального вкуса. Также я добавил соевый соус. Овощи готовы, мы их откладываем в сторону. И начинаем подготавливать конверты. Для этого мы берем тонкое рисовое тесто. Берем яйцо. Перемешиваем его. И по краям смазываем рисовое тесто. Зачем это делать? Для того, чтобы оно скрепилось в тот момент, когда оно будет запекаться. После того, как мы смазали края яйцом, выкладываем овощи. Овощи выкладывайте аккуратно в центр нашего листа теста. Не переусердствуйте с их количеством, потому что, если оно будет чрезмерное, то блюдо получится попросту некрасивым. Поэтому будьте аккуратны. Если остаются излишки, то лучше их не добавляйте. Совершенно верно. Формируем в нижней части. В принципе, приготовляются, как наши традиционные блинчики. И заворачиваем. Выглядит это уже очень красиво. Сразу видим, что тесто настолько тонкое, что оно фактически прозрачное. Наши спринг-роллы сформированы, и мы их отправляем в духовой шкаф на 5 минут при температуре 180 градусов. Спринг-роллы готовы, и они приобрели характерную хрустящую корочку. Мы можем приступать к презентации. С удовольствием. Спринг-роллы я нарежу наискос. Также я порежу помидору черри. Чуть-чуть капусты цветной. Выкладываем спринг-роллы. Добавляем ореховый соус. Также я использую для декора микро-грин. Любые зеленые элементы всегда украшают наши блюда. А также помните, что тогда, когда вы поедаете именно зеленую пищу, вы становитесь еще немного здоровее, и настроение улучшается. Это доказали психологи. Поэтому старайтесь обязательно декорировать правильно свои блюда для того, чтобы есть было их гораздо приятнее. Ну что ж, последние штрихи. Получается очень красиво и очень оригинально. Согласитесь, подобное блюдо, приготовленное буквально за 15-20 минут, однозначно украсит ваш стол. Любой, как ежедневный, так и праздничный. Так что приятного аппетита. Кушайте на здоровье и пользуйтесь рецептами от ресторана Кадор на французском бульваре 66-3. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»!